Всем привет, друзья! С вами снова Тамбовский влог Александр Смолеев, Сергей Степанов. И сегодня мы после небольшой передышки возвращаемся на просторы всеми нами любимого Ютьюба. Здравствуйте, Люба. Я вернулся. Сегодняшний наш собеседник Александр Михайлович Дробжев, кандидат социологических наук, социолог, руководитель независимой социологической службы. Александр Михайлович, мне повезло, вел у меня занятия в университете. И, пожалуй, это были единственные занятия, которые я никогда, ну или почти никогда не прогуливал. Здравствуйте, Александр Михайлович. Здравствуйте. Александр Михайлович, при слове «социология» у меня возникает много различных ассоциаций. Наверное, самая такая первая устойчивая — это цифры. Столько-то людей поддерживает того-то, столько-то людей считает так-то и так далее. И, наверное, самая такая каноническая цифра последних месяцев — эти вот те самые 86% рейтинг действующего президента Владимира Путина, как сообщают нам некоторые социологические структуры. Вот можно ли этим рейтингом верить? И вообще, что за этой цифрой 86% кроется? Верить, конечно, можно. Самое главное — понять мотивы, почему люди так голосуют. А в условиях, когда без альтернативности вообще кандидатов, сложилось устойчивое очень мнение, что «ну а кто же еще, кроме нашего Путина?» «Ну кто же еще?» Все это сделала, конечно, технология глубокая, технология очень, я бы сказал, многоплановая, которая приводит к массовому пониманию 86%, а может быть, даже больше, что «а кто же еще?» Вот такие результаты. То есть, несмотря на кризис, на то, что уровень жизни многих людей падает, это как-то не влияет особо на такие цифры? Нет других лиц, они не позиционируются, они отсутствуют в информационном поле. Нет даже предпосылки для разговора о том, что кто-то может быть еще. Вот интересный опрос, на мой взгляд, эксперимент проводили ваши коллеги из Левадо-центра, которые задавали людям вопрос, готовы ли они проголосовать за фейкового несуществующего кандидата Семенова, которого якобы поддерживает Путин. Такого кандидата нет. 18% сказали «да, готовы». 15% из них, если не ошибаюсь, вообще как бы об этом не слышали, но говорят, ну раз его Путин поддерживает, значит и мы. 18-21% это устойчивая цифра. Также примерно 18-20% называют фильмы, которые им понравились, но которых не было. Они знают людей, которых не существует, но они за них и так далее. Это вне политики, это цифра, это чисто методическая цифра. Она основана на ощущении престижности, ну что же, меня спрашивают, а я не знаю. И вот эти устойчивые 20%. Что касается фильмов, то чуть ли не 50% тех, кто не смотрел эти фильмы, уже успели обсудить их с друзьями и так далее. Поэтому эта цифра, я считаю, она вне политическая, независимо, Семенов, Пупкин или кто-то еще. Это вот такие престижные моменты, которые существуют, такой грешок в сознании респондентов, которые не хотят быть непрестижными, а все-таки, ну, знают, знают. Открыли памятник Калашникову. Постоянно какие-то новости про какие-то стрельбы, учения. Постоянно мы видим какую-то технику, которая там через город проходит и так далее. И вот тоже я читал, что в моде сейчас даже вот у девушек одежда цвета хаки. Вот откуда взялась эта милитаризация? Это признак времени или действительно это нечто, на ваш взгляд, такое спланированное, что ли? К чему нас готовят? Сейчас, если посмотреть вообще информационную обстановку войны, это не вторая чеченская война. Это война победоносная в Сирии, это учения, это постоянная-постоянная вот такая военизация всего информационного поля. Но не только поля, но и образа жизни. Поэтому среди молодежи совершенно естественная и даже ожидаемая, я бы сказал, тоже модность этой воинской тематики. Посмотрите, с какой широтой, размахом прошла информация по поводу открытия военного училища, где девушки будут обучаться в профессии военного летчика. Это же 30% эфирного времени новостей было по этому поводу. Поэтому это нормальное явление, оно закономерное, исходя из того информационного поля, которое нас окружает. То есть внешний враг, мы становимся сильнее и... Да не только внешний враг, вообще милитаризация, такой военный образ жизни, крутой, тем более поддержанный этими всеми нашими святыми победами, сейчас я имею в виду, в Сирии и прочее, прочее. Это ожидаемо, очень ожидаемо. Алексей Михайлович, мы с Сергеем часто проводим опрос, конечно, это не социологические опросы, мы опрашиваем 15-20 человек. И сталкиваемся с такой тенденцией, что многие люди, по-разному, в зависимости от темы, боятся отвечать. Особенно это касается каких-то политических тем, околополитических тем. Особенно это касается людей пожилого поколения, которые, ну там еще Сталина, сталинские времена застали. Тебе искать приключения? Спасибо, не надо. Чем дальше в лес, тем больше дров. Часто такое происходит, наверное, и про проведение именно социологических исследований. О какой тогда объективности, репрезентативности может идти речь, вот если большое количество людей лгут, отвечая на вопросы и боятся говорить правду? Я вам раскрою секрет. Если задавать вопросы в лоб, да, к примеру, как вы думаете, что с вами будет, если вы не проголосуете за Путина, да? Ну, сами понимаете, а какая откровенность? Социологические опросы должны строиться на системе косвенных вопросов, которые не касаются этих престижных вопросов. А уж русский язык велик и могучий, это не ложь во спасение, это нормальная ситуация, когда респондент ставится в комфортную, уютную ему обстановку. Я помню, я проводил одно исследование в 90-х, где-то годах, в конце 90-х, на политическую тему, где ни одного слова, ни одного слова коммунизм, демократия, либерализм не было. Не было ни одной фамилии, ни Зюгановых, ни Жириновских, ни никого. Но портрет, вся политра политических настроений была замерена очень-очень точно. А, Михайлович, можно говорить о том, что в последние годы уровень страха в обществе растет или нет? А я бы сказал даже нет. Этот страх превратился в норму жизни, в привычную норму жизни, как превратилось в свое время, если уж глобальный пример брать, нищета превратилась в гордость, отсутствие права превратилось в право, свободу, достоинство превратилось в рукоплечащий патриотизм и прочее. Здесь столько метаморфоз. Поэтому страх, он имеет смысл, вот о нем говорить, как о социальном явлении, относительно какого-то конкретного, локального такого события. Но когда этот страх за будущее, страх за вообще ситуацию военные, ядерные, корейские, сирийские, инфекционные, там и какие-то еще троллейбусы со спидом ездят постоянно, этот страх превратился просто в нормальный образ жизни, я бы так сказал. Меня пронесет и все хорошо. Да, да. Иса Михайлович, все-таки мы влог Тамбовский, поэтому хочется чуть-чуть поговорить про нашу малую родину. Последнее время, как часто к вам за исследованиями обращаются чиновники и, может быть, какие-то общественные структуры? Или все ваши последние изыскания в сфере, в плоскости коммерции, бизнеса? Чиновники, государственные структуры, общественные организации не обращаются. Не обращаются хронически. Ну, были просьбы, ну, такие, знаете, даже не исследования, а, ну, я даже не знаю, как сказать, серьезных исследований, которые направлены на изучение ситуации, на изучение мотивов экономического, политического, какого угодно поведения, потребительского поведения. Таких заказов не было. Но я не хочу сказать, что я очень активно сейчас действую на социологическом рынке, хотя постоянно. Но тенденция такая, такое впечатление, что, встречаясь вот с чиновниками различных уровней, вот у них о страхе речь идет. О страхе общественного мнения. И этот страх уже объективно говорит об отсутствии, по крайней мере, у независимых социологических структур, и моих, в том числе, заказов от госструктур. То есть не хотят бояться знать правду. Так получается? Конечно, они знают правду, но знают прекрасно правду, несмотря на те слова, которые они говорят в средствах массовой информации, прекрасно знают эту правду. Но применить ее в качестве чиновника, сидящего на кресле и получающего за это зарплату, и с обязанностью поддерживать прекрасный имидж того, что происходит сейчас на нашей земле российской, не только малой родине, вот он заставляет просто-напросто бояться. Я помню эти глаза, прямо фотографически помню эти бегущие глаза, когда речь идет о том, что об общественном мнении. Все, это просто какой-то ступор находит иногда. Но ведь они какие-то, я вчера мониторил, проводят исследования на сайте администрации, можно на сайте высказаться, телефоны какие-то опросы проводят. Я уже неоднократно об этом говорил. Я не верю, в принципе не верю, в ведомственную социологию. Если социолог сидит на зарплате у органов власти, у административных органов, у политических каких-то организаций, если он там, это бесполезно. У меня о какой социологии здесь вообще речи быть, на мой взгляд, не может. Не может. Ну да, вот есть начальник, расстраивать его, наверное, не стоит. Ну тут совершенно понятно, особенно что касается социологии. Социология не может быть ведомственной. А вот я помню, к вам обращались общественники. Это касалось конфликтных ситуаций, по застройке зеленых зон, студенец и, кажется, еще ТЭЦ. Но это было уже довольно-таки давно, да? Ну да, относительно давно. Вот там я видел заинтересованность совершенно естественно, живую, с истинной потребностью услышать мнение народа и сделать так, чтобы те действия, которые готовит там бизнес, власть и прочее, прочее, они соответствовали мнению людей. Вот там я видел абсолютную гармонию естественности вот такого вот заказа, основанной на том, чем занимается социология, в частности, опрос общественного мнения, для того, чтобы использовать это мнение во благо людей. Вот здесь, пожалуйста, двери открыты, звоните, приходите всегда. Ну, ТРЦ на студенце как строилось, так и строится. С ТЭЦ там... С ТРЦ на студенце немножечко уже опоздали. Когда уже поезд двинулся, остановить его силами общественников, этот товарняк с 60 вагонами, власти, денег и прочее, это уже нереально просто. Спасибо, Александр Михайлович. На этом мы заканчиваем первую часть нашей беседы с Александром Дробжевым, социологом, кандидатом социологических наук, руководителем независимой социологической службы. И скоро выйдет вторая часть, где мы поговорим на не менее хайповые темы. Смотрите Тамбовский влог, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Ну, в общем, все, как вы любите. Всем счастливо. Тамбовский влог. Подписывайтесь, ставьте лайки. Подписывайтесь, ставьте лайки. И будет вам счастье. Субтитры сделал DimaTorzok